Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать основные события, следить за реакцией финансовых инструментов и обсуждать наши торговые позиции, большинство из которых носит долгосрочную природу и характер. Мы следим за евро, за британцем, за долларом. Сегодня пару слов обсудим ситуацию на американском фондовом рынке, хотя ситуация на американском фонде, наверное, отражает ситуацию, сложившуюся на всех развитых рынках в плане фондовой секции, потому что фактор это одинаковый и рыночный оптимизм, который присутствует, он связан с фоном, который, я надеюсь, вам извести. Ну и если нет, то сегодня попробуем закрыть эти пробелы, хотя мы лишь продолжаем с разных сторон обсуждать то, что интересного уже случилось ранее. Давайте посмотрим на содержание экономического календаря. Сегодня у нас отчет по штатам по заявкам на пособие по безработице в 15.30 по московскому времени выйдет этот релиз. Фактически это еще один релиз, а еще один отчет по состоянию рынка труда, то есть после DP перед Non-Farm Pearls, для того чтобы у нас была более общая целостная картина того, что происходит с этим сектором. Я думаю, что завтра нас ждут крайне неоднозначные данные. Я не думаю, что цифры порадуют. Я думаю, что после вчерашнего отчета от ADP мы вообще даже обязаны сейчас закладываться под цифры не самые хорошие, со всеми вытекающими отсюда последствиями для американского долгового рынка и для доллара. Поэтому сегодня я буду продолжать транслировать идею того, что наша классическая валютная пара, где мы отыгрываем все геополитические риски и не только где мы отыгрываем американскую статистику, эта пара доллар и иена имеет и сохраняет потенциал для серьезного снижения и ослабления. В общем, про рынок труда, конечно же, еще поговорим. В 17.00 индекс производственной активности по Канаде. Завтра нас ждут не только данные по рынку труда США, но еще и по канадскому рынку труда. Важная статистика. Если вам интересно, друзья, если вы любите копаться в исторических данных, советую попробовать поискать реакцию канадца на выход этих данных, вы убедитесь, что каждый раз вот из последних трех-четырех отчетов, может быть даже больше, а лучше даже сказать за последний год, в большей части, скажем, этих релизов канадец весьма активно двигался после выхода этого отчета и в принципе движения были больше фигуры, потому что эта статистика настолько важная, что позволяет диктовать регулятору условия по возможности либо отсутствия такой возможности касательно изменения процентных ставок. Ну, очень похожая ситуация, кстати, с Non-Farm Perils, хотя вот с начала 2019 года мы несколько преуменьшили значимость рынка труда, потому что все-таки пришли к выводу о том, что в американской экономике есть и другие сектора, на которые тоже стоит обращать внимание и те проблемы, о которых периодически говорят, они, наверное, в большей степени связаны с ними. Ну, чтобы далеко не отходить от американского рынка труда, я вчера попробовал донести вам позицию того, что у нас есть уже тоже накопленный опыт, понимание того, какой отчет был нормальный в 2018 году, какие цифры были нормальные. И мы не цеплялись за конкретные показатели, мы выбрали такую медианную среднюю. Среднее значение около 200 тысяч. Как вы понимаете, сейчас действительно показатель ниже, вот вчера EDP, прироста новых рабочих мест, а вместе из хозяйственного сектора 129 тысяч. Я думаю, что это уже, друзья, не случайность. Если нон-фарм-пэрлсы будут сопоставимыми, можно будет сказать, что рынок труда явно буксует. Этот сектор может быть даже заглок уже и не может претендовать на то, чтобы вносить былой вклад в темпы экономического роста американской экономики. Из других релизов, по сути, выделить и и нечего, но ничего страшного. Завтра у нас крайне влатильный день. Сегодня, если рынок будет неактивным, хотя, наверное, все-таки движения будут, очень насыщенный тотальный фундамент, если не привязывать его к конкретной торговой сессии. Но если вам нужны локальные триггеры, завтра все запросы будут удовлетворены с лихвой, потому что завтра у нас нонки, завтра у нас рынок труда по Канаде и еще серия отсчетов, которые также могут привести к неплохим движениям. Теперь давайте детально поговорим по основным инструментам. Нефтянка у нас хай вчерашнего дня 69,94. Не буду скрывать, друзья, очень я надеялся, рассчитывал, что сегодня мне все-таки выпадет возможность констатировать пробой сопротивления 70 долларов за баррель. Но вот видите, рынок как будто бы издевается, совсем чуть-чуть не хватило до этой планки. Я надеюсь, что вы хоть и остались разочарованными, но все равно верите, что этот уровень пойдет. Просто так, наверное, сейчас покупатели не сдадутся. Ну, совсем чуть-чуть действительно осталось. Картину испортил вчерашний отчет по запасам нефти. Вместо предполагаемого снижения, ну или, по крайней мере, скромного роста, мы увидели серьезный рост запасов на 7,2. Это уже тенденция новая. Я удивлен, я полагал, что с учетом сезонных факторов, скорее всего, мы будем работать со статистикой со знаком минус. Но видим то, что видим. Может быть, еще большую поддержку продавцам в данном случае оказал и релиза по добыче нефти в США, который показатель вырос на 100 тысяч и фактически был обновлен новый рекордный максимум, достигнут новый рекордный максимум в 12,2 миллиона. С негативом, пожалуй, на этом все. Я советую не забывать про тот позитив, который мы накопили с вами за последние дни. Это общая склонность инвесторов к риску. Это действительно очевидно сейчас в том, что происходит с рисковыми активами, в том, что происходит с рыночными настроениями. По факту зафиксированного прогресса в переговорах между США и Китаем. Не забывайте про признаки сокращения мирового предложения. Я делал акцент вам со ссылкой на рейд, Арсеном Блумберг, что это уже факт. Мы чуть позже получим официальные цифры, но они, скорее всего, будут точно такими же. То, что ОПЕК соблюдает обязательства и снизил добычу в прошлом месяце, так же, как и делали это предыдущие три. И сейчас ОПЕК добывает нефтянки на уровне, который соответствует минимуму за последние четыре года. Это тоже мы также с вами обсуждали. Рынок сейчас скорректировался, но, согласитесь, не так уж и сильно. Есть еще надежды, что сегодня-завтра появятся новости дополнительные, которые можно будет связывать с прогрессом в переговорах США и Китая. И это должно стать необходимым окончательным дополнительным драйвером для роста цен на нефть. Я все равно жду, друзья, 70. Я не буду сейчас рекомендовать вам занимать короткие позиции, потому что не думаю, что вчерашняя серия отчетов по штатам охватит сил, чтобы в моменте перекрыть весь тот позитив, который мы накопили. В общем, еще не вечер. Ждем 70 и ждем, что как минимум этот уровень будет протестирован, а потом уже будет видно. Скорее всего, будем искать уже сделки, которые предполагают снижение. Ну, это, я думаю, что перспектива, друзья, конца этого месяца. Он только начинается. Доллар-иена 111.38. Ситуация в целом не изменилась. Собственно, котировки мы видели точно такие же день назад. Хотя я хочу привести вам доказательства того, что по-прежнему потенциал снижения доллара, он значительный. Этот потенциал связан еще с подкреплением слабыми данными вот тот потенциальный негативный фон, который окружает штаты. Вот вчерашний отчет LDP 129.697, индекс активности ISM в секторе услуга. Между прочим, друзья, не просто спад, а фактически показатель влетел до минимума с 2017 года. 56.1 с 59.7. То, что доллар удержался на коне, это может быть связано с комментариями Ларри Кудлоу, главного советника Белого дома о том, что прогресс уже есть, очевидный. Может быть, доллар пока держится на подъеме, потому что несколько часов назад на рынок пришло сообщение о том, что Трамп проведет встречу с вице-премьером Китая уже до конца этой недели. Без детальных подробностей, будет ли это как раз частью финишной прямой, когда будет поднят вопрос о целесообразности и уже созданных условиях для подписания письменного соглашения. Не будем торопиться с выводами, друзья, потому что также есть и мнение рыночное, я делаю на него даже большую ставку, если до конца этой недели прогресса все-таки не будет. Если не договорятся, то переговоры затянутся еще на месяц-другой. Об этом мы также говорили. Для доллара очень важным будет отчет по Non-Farm Parallels. Этот релиз уже завтра. Если мы увидим цифры, сродни с текущим показателем EDP, я думаю, что очевидно, что у доллара будет не так уж и много шансов, чтобы даже сохранить текущие позиции, а лучше даже можно будет метить на тест поддержки 111 и закрепление ниже. Евро против доллара 1.12.40. Очень большую ставку и надежда я возлагал на серию слабых отчетов по индексам активности от сферы услуг. Но удивительным образом эта статистика все-таки оказалась лучше прошлых значений. Это не значит, что у нас сейчас должны измениться настроения в отношении перспектив еврозоны, потому что один отчет не меняет все картины. Но если покупатели присутствовали на рынке, и они хотели получить поддержку статистики, у них вчера был такой шанс. Хотя к роничным продажам лично с моей стороны есть вопросы, поскольку показатель вместо прошлого значения 0.9 свалился практически в два раза, дано 0.4% в плане роста. И опять же, если мы вспомним про последние данные по инфляции, наверное, вопросов и не должно быть, ведь инфляция как раз и отражает очень низкую активность потребителей. Поэтому по евро, как я уже отметил сейчас, склонность к покупкам может быть объяснена тем, что все-таки рынок живет надеждой на прорыв в переговорах США и Китае, и не просто словесного формата, что достигнет прогресса, как это сказала Ларри Кудлоу. Участники рынка, я знаю, очень много моих коллег действительно верят в то, что соглашение будет подписано. Прям вот-вот. Я такой позиции, друзья, не разделяю, может быть, потому что мне и вовсе обычно склонна позиция не соглашаться с общим рыночным мнением. Я верен, скажем, подходу, в соответствии с которым давление на евро будет оказывать не только внутреннее слабое макроэкономическое картины и мягкая экономическая политика, но еще и глобальные риски, в том числе связанные и с еще не созданными в достаточной мере условиями для подписания соглашения. Фунт против доллара 1.3168. Очень важная дата, друзья, 12 апреля. Фактически сейчас вероятность жесткого Брэкзита растет как на дрожжах, достигла своих пиковых значений. Вчера об этом снова сказал Хак Карни. Я надеюсь, вы понимаете, почему есть сейчас возможность говорить и причины, говорить о том, что жесткий Брэкзит, он фактически уже реальность для Англии. Если до 12 апреля Палата общения не примет соглашение о Брюсселе, то в конце концов, как отметил вчера глава Еврокомиссии Юнкер, Англия более не получит никаких отсрочек. Если же все-таки каким-то чудом договорятся, то Англия получит отсрочку до 22 мая. Ну, шансы на это крайне низкие. Я сторонник, опять же, исключительных политических рисков. Я считаю, что фонд это аутсайдер. Может быть, вчера интерес, точнее, дополнительное давление на фонд в принципе может оказывать уже и статистика, потому что вчера у нас вышел отчет по активности в сфере услуг. Я отмечал, что на него приходится львина, часть его экономического роста, вклада в темпы роста ВВП. 48,9, друзья, с 51,3. Это очень низкое значение. Это один из самых худших показателей за много последних лет. И с учетом того, что происходит сейчас в английской экономике, это адекватная статистика. Австралийство против доллара. Цель 0,70 выдерживается. Друзья, Банков Америка несколько часов назад в своей инвестор-декларации сообщили о том, что рассчитывают на снижение процентной ставки Резервным банком Австралии уже в августе. Я думаю, что если не в августе, то до конца года все-таки подобные изменения произойдут. Надеюсь, что нам гораздо раньше удастся добраться до поддержки 0,70. В целом уже сколько мы раз пытались сделать этот ориентированный, пока не удается. Доллар канадец 1,3351. Цель 1,35 мы рассчитываем на завтрашний отчет по рынку труда Канады. Я думаю, что общий негативный эффект уже присутствует. Все прекрасно понимают, что экономика Канады находится в очень плачевном состоянии. Темпы экономического роста последние явно демонстрировали, свидетельствовали об этом. Если сейчас подведет и рынок труда, шансы очень высоки, то тогда мы снова заговорим с вами об определенных изменениях монетарной политики, ну или, по крайней мере, сохранения тренда, точнее, сохранения активности Банка Канады, при которой он не торопится вновь повышать процентные ставки. Если, опять же, нам, друзья, подфартить, то после теста 70 по бренду, что я еще рассматриваю в качестве весьма вероятного сценария, мы сможем увидеть и негативное влияние на Канадца, именно снижение цен на нефть. Это все укладывается в плоскость, опять же, цели 1,35. Американский фондовый рынок пока что растет, друзья, опять же, растет на настроениях, связанных с вероятным достижением прогресса, который, в конце концов, ляжет в основу письменного соглашения, призванного положить конец тарифной войне между США и Китаем. Верите вы в это или нет, решать уже вам. Я в ходе этого брифинга озвучил позицию, что не все так просто, и, скорее всего, если бы были серьезные предпосылки для выхода на это соглашение, мы бы уже готовились к официальной встрече на самом высоком уровне между Трампом и Си Цзиньпином. Однако пока мы об этом не говорим. Ну и также американский фондовый рынок, на мой взгляд, крайне неоправданно сейчас высоко забрался, с учетом даже последних отчетов по штатам. Отчеты АСМ, вы помните, производственного сектора, вы помните отчет АСМ в сфере услуг, вот буквально о нем мы сегодня говорили. Не забывайте про роничные продажи. Надеюсь, что хотя бы заточный нон-фарм-пэрлс, который в большей степени разочарует, все-таки укажут участникам рынка на проблемы, характерные для в целом американской экономики. Посмотрим, как отреагирует американская фонда. Я склонен считать то, что американский фондовый рынок все-таки будет снижаться. В ходе следующих брифингов попробую дать вам новые целевые ориентиры. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.